Привет! Сегодня будем говорить про фронтсайд вращения на 180 и 360 градусов. Будем разбирать основные моменты и технику выполнения. А еще поговорим о том, как упражнения на батуте помогут тебе при катании на сноуборде. Фронтсайд 180 и 360. Для начала разберем акробатическую технику вращений. Она нам не понадобится, но я просто покажу, что она из себя представляет. Руки в стороны. Распрыгиваемся в таком положении и потом подтягиваем руки к грудной клетке и скручиваемся верхней частью тела. Потом на приземлении раскрываем руки в разные стороны, как и при закрутке. А теперь разберем технику вращения, наиболее приближенную к технике на сноуборде. Так как мы сейчас будем имитировать прыжки на сноуборде, очень важно вспомнить технику закручивания для фронтсайд 180 и 360. И сделать эти трюки на месте. Фронтсайд с заднего конта на месте. Вначале твои плечи должны быть закрыты в бэксайд. И ты начинаешь вращать их во фронтсайд. Далее подпрыгиваешь и верхняя часть тела вращается быстрее, чем нижняя. А нижняя как бы догоняет верхнюю часть тела. Далее приземляйся лучше на две ноги сразу. Так тебе будет проще держать баланс на приземлении. Если рассматривать фронтсайд 360, система закрутки та же самая. В полете передняя рука продолжает вращение. Смотри под мышку. В момент приземления мы смотрим вниз или назад на воображаемое приземление, как на снегу. Далее нужно плавно повернуть голову в сторону по направлению движения. Фронтсайд с переднего конта на месте. Кроме прыжков с трамплинов, эту технику также используют для схода с рейла на фронтсайд 180. А также похожая техника используется для схода с перилы на фронтсайд 360. Верхняя часть тела закручивается во фронтсайд. Переднее плечо открывается. Затем нужно подпрыгнуть и в воздухе верхняя часть тела двигается в бэксайд. А нижняя во фронтсайд на 180 градусов. То есть верхняя и нижняя части тела двигаются в разных направлениях. Точно такая же техника используется и при выполнении фронтсайд 360. При вращении на 360 градусов идентичное приземление, как и в первом варианте исполнения. Перед тем, как делать вращение на батуте, нужно знать. Классический метод акробатических вращений на батуте подразумевает следующее. Сначала ты делаешь отход, то есть подлетаешь с батута и только потом начинаешь вращаться. А теперь разберем технику вращения на сноуборде. На снегу перед вылетом ты уже начинаешь закручиваться на трамплине. То есть сноуборд еще не оторвался от кикера, а ты уже задаешь вращение. Это и есть одна из главных отличительных черт между акробатической техникой на батуте и сноубордом. На трюках с вращениями мы будем начинать задавать вращение уже на самом батуте, еще не вылетев, чтобы максимально имитировать технику на сноуборде. И вот какие правила надо соблюдать, чтобы не улететь в бокс батута и делать все элементы максимально безопасно. Закручиваясь на трамплине, на трюках с вращениями, мы всегда находимся на каком-либо канте. Давим либо на носки, либо на пятки. Прыгая на батуте, этого делать нельзя, так как если мы давим на носки, то улетаем вперед, если на пятки, то назад. Мы должны прыгать на всей стопе. Нужно следить за нашей верхней частью тела, то есть если мы начинаем закручиваться и опускаем плечи вперед, то автоматически начинаем давить на носки, а значит улетим вперед. Если отваливаемся назад, то вес уйдет в пятки, и мы улетим назад. Также мы можем наклоняться в любую сторону на батуте, и из-за этого можем перенести вес тела на боковую часть ступней и также улететь в бок. Подытожим. Начинать закручиваться будем на самом батуте. Верхняя часть тела не наклоняется. Спину держим прямо. Вес тела держим по центру. Отталкиваемся всей стопой и не давим только на носки или на пятки. Таким образом вы сможете прыгать на одном месте и контролировать трюки, которые делаете. Вращение на батуте. Делая на батуте вращение, очень важно помнить про некоторые основные моменты. Батут, в отличие от трамплина, всегда одинаковый. Это прекрасно подходит для тренировок, так как вы всегда знаете, чего ждать. Наращивая высоту на батуте, вы можете проецировать свой прыжок относительно трамплинов на снегу. Если на батуте вы подпрыгнули невысоко, это сравнимо с маленьким трамплином, и значит закрутку нужно делать сильнее, чтобы докрутить. Если вы распрыгаетесь немного выше, то закрутка на тот же трюк будет значительно меньше, точно так же, как и на больших трамплинах. Батуты отлично тренируют прямую спину в момент отхода, и это напрямую влияет на правильный выход с трамплина на сноуборде, так как на сноуборде нам нельзя выходить с трамплина с согнутой спиной. Также батут учит нас контролировать распределение веса тела в полете и на приземлениях, что так же улучшает катание на снегу. Итак, разберем технику этих трюков поэтапно. Определи для себя стойку и визуализируй то направление, куда бы ты поехал на сноуборде. Закрутка. Во время прыжка на батуте с вращениями твои руки должны закручиваться не только вокруг тела, но еще и вверх. Отход. Во время толчка спина должна быть прямая. Согнутой спины не должно быть. После того, как закрутились и вылетели, подтягиваем колени. Можно сделать группировку. Для начала можешь попрыгать с прямыми ногами. Это не критично. Во время вращения смотрим подмышку, чтобы увидеть приземление, а не через плечо. Так как если смотреть над плечом, ось вращения так же может поменяться. В момент приземления необходимо расставить ноги. Можно на ширине плеч, чтобы комфортно приземлиться. И главное не забывать, что тебе нужно приземляться в ту точку, откуда ты начинал прыгать. Это будет говорить о том, что ты вытолкнулся четко вверх и проконтролировал все вращение. Также на многих трюках при приземлении мы смотрим вниз на батут. Например, на фронтсай 360. Чтобы максимально имитировать технику на сноуборде, к этому моменту ты должен хорошо контролировать плечи, когда смотришь вниз, чтобы тебя потом не потянуло вслед за наклоненными плечами. Фронтсай 180. Встань на батут и без распрыгивания проделай вращение на 180 градусов в двух вариациях. Далее начинай делать небольшие прыжки. И начинай делать фронтсай 180 с прыжка. Сначала на небольшой высоте, и потом можно наращивать амплитуду. Ты заметишь, как будет меняться скорость закрутки. Фронтсай 180 с заднего конта. И фронтсай 180 с переднего конта. Фронтсай 360. В воздухе передняя рука продолжает вращение на опережение. Руки находятся рядом с телом и не разбрасываются в разные стороны. Колени сгруппированы. Голова работает на опережение во фронтсай и смотрит подмышку передней руки. Так мы сможем контролировать полет и видеть, как быстро мы крутимся, перекручиваем ли мы или не докручиваем. Если делать просмотр через плечо сверху, то большая вероятность, что ось вращения поменяется и ты упадешь. В момент приземления мы смотрим вниз или назад на воображаемое приземление, как на снегу. Далее нужно плавно повернуть голову в сторону по направлению движения. Очень важно сказать про то, что если мы перекручиваем, то нужно раскрыться и наше вращение замедлится. Если мы не докручиваем, то нужно скрутиться. Таким образом необходимо с маленьких подскоков наращивать амплитуду и экспериментировать с закрутками. Далее делаем второй вариант 360. По сути, кроме закрутки, он ничем не отличается от первого варианта. Только в момент вылета наше тело скручивается в разных направлениях. Продолжение следует...